Каждый из нас, и все мы вместе нуждаемся в святости, в покаянии, в прощении, в молитве, в истине и любви. Итак, преклоним колено и будем молить Господа, чтобы когда-то нам убеждать всякое слово, чтобы когда-то нам было преображение истинное откровение. Мы соединим нашу молитву с молитвой всех, преклоняющих сегодня колено, колено в тысячи православных храмах и с молитвами Церкви Небесной, с нашей Божьей Матерью и святыми апостолами, и со всеми святыми, мужчинами и женщинами, известными и неизвестными, чья жизнь видима всеми или сокрыта. Будем молиться друг за друга, пока не молятся за нас, в нашей устремленности к святости, воле Отца Небесного, крестную жертву Сына Божию и утешение Святого Духа. Нас, христиан, немного осталось в мире, но если мы будем на самом деле закваской, то по благодати Божией в человечестве будет присутствие Христа. Люди смогут получить полноту Духа, пить воду живую, все станется новым, сделается новым здесь и сейчас, и вовеки. Бог сделает жизнь возможной, когда она невозможна. Бог не даст ей распасться, когда она распадается. Бог превратит ее в стоящую, драгоценную, когда она кажется бессмысленной и пустой. И все увидят, что Бог есть жизнь. Апостол Иоанн Господь в Первом Соборном Послании говорит о тайне, которая была закрыта в жизни, явилась, и мы видели ее, и свидетельствуем, и возвещаем вам с ее вечной жизнью, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. Это о жизни, о которой свидетельствует апостол Иоанн Богослов. Есть Дух Святой, благодать Его. Жизнь без Бога, говорит нам сегодня Святая Церковь. Недостойна названия жизни. Настоящей может быть только вечная жизнь. Аминь. Аминь. Спасибо.